Основные проблемы развития и задачи, стоящие сегодня перед мировым рынком энергоресурсов, нефтепеработкой и нефтехимией, стали центральными темами Международного нефтяного саммита в Баку, проходящего при совместном партнёрстве Международного ценового агентства «Аргус» и государственной нефтяной компании Азербайджана «Сокар». Программа саммита очень насыщенная. За два дня форума организаторы планируют провести десятки пленарных заседаний, дискуссий и даже круглые столы. Большинство из запланированных мероприятий состоялось в первый день саммита. В центре внимания участников находились вопросы развития нефтепеработки и химической промышленности в странах Каспийского региона. Здесь общую картину представили аналитики Международного ценового агентства. Далее последовала подробная информация о развитии нефтепеработки и нефтехимии в Азербайджане. Первым докладчиком выступил вице-президент Сокар по стратегическому развитию Тофик Гахраманов. В своём выступлении он рассказал о планах компаний в области технического переоснащения общезаводского хозяйства страны. «Большие планы, очень большой объём работ. Нам надо будет построить 14 новых установок, в том числе более маленькие, больше и так далее. В том числе установки по гидроочистке дизельного топлива, бензина, ФССИ, производство водородной, замеризации, МТБИ, амин-очистке и так далее. И наряду с этим, параллельно с этим, сделать коренную кардинальную реконструкцию действующих установок, в первую очередь, установки ЛОАВТ-6, установка первичной переработки нефти, установка каталистического крекинга, с увеличением их мощности и полным техническим перевооружением их, а также полная реновация общезаводского хозяйства». О том, какие работы проводятся со стороны СОКОР в решении проблем в области нефтехимической промышленности, рассказал председатель наблюдательного совета производственного объединения «Азерихимия» Мухтар Бабаев. В частности, он подчеркнул, что финансирование проектов продолжается в соответствии с графиком. «Увеличение будет по итеренному производству. Мы должны будем довести выработку полиэтилена до 200 тысяч тонн, а по пропиленам до 180 тысяч тонн. С нынешних – 50 тысяч тонн. Представьте себе, это больше, чем в три раза. Это сложный период у нас. Мы, я думаю, что общими училими в 2019 году процесс будет успешно завершен. Финансирование этих проектов на сегодняшний день решается, стал высоко. И также «Азерихимия» тоже вовлечена в процесс выбора кредитных финансовых институтов». В ходе пленарных заседаний Международного нефтяного саммита в Баку также говорилось о работе действующих на территории Азербайджана нефтегазопроводов. Об их деятельности информацию представил глава управления маркетинга и экономических операций СОКАР Аднан Ахмедзаде. В ходе выступления он сообщил, что СОКАР и Транснефть договорились об экспорте в 2018 году азербайджанской нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск. «Останавливать мы не собираемся. Перенаправлять возможно. Эти переговоры идутся. Мы будем экспортировать около 1,5 млн тонн, 1,3 млн тонн в следующем году. Наши нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск. Дальнейшие переговоры ведутся с российской стороной по возможности реверса трубы в направлении Баку-Джейхан. Мы уже несколько лет ведем эти переговоры. Пока экономическая структура рынка не совсем позволяет это сделать. Но в принципе переговоры ведутся». «Лукойл» – еще одна российская компания, которая сегодня ведет переговоры с государственной нефтяной компанией Азербайджана по экспорту нефти по трубопроводу Баку-Дбилиси-Джейхан. «Переговоры на эту тему ведутся. И мы работаем с СОКАРом в этом направлении и планируем работать и дальше. На данный момент объемы, если я не ошибаюсь, ставят около 2 млн тонн. Пока не могу прокомментировать дальнейшие объемы». О готовности рассмотреть дополнительные направления по взаимному сотрудничеству СОКАР во всей нефтегазовой отрасли в ходе нефтяного саммита заявил и председатель правления национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов. В этом году компания уже заключила меморандум СОКАР для определения направления деятельности «Узбекнефтегаз» в Азербайджане. «Вместе с тем, еще одним из перспективных направлений является совместные проекты в области нефтесервиса с использованием огромной оптой компании СОКАР. Мы также заинтересованы в соответствии с следующих областями. Это в области глубокой переработки сырья, в том числе со сложными технологическими процессами для производства высоколиквидной и высокотехнологичной продукции, а также в поставках сырой нефти на нефтеперерабатывающие мощности Узбекистана с последующей реализацией нефтепродуктов на ближайших перспективных рынках. Сегодня заключительный день Международного нефтяного саммита. В программе значатся вопросы поставок нефти и нефтепродуктов на рынки третьих стран.